Девушки отдыхают Ну что ж, сегодняшний наш разговор по нашим любимым предприятиям, не побоюсь этого слова, фирме МакТранс будет посвящен, а вы верите, а вы не верите, ну то есть жареные факты и игольная правда. Но для начала мы вам представим, не без гордости представим, автомобиль желтый апельсин, и мы с руководством фирмы Ласкова назвали его фиртлайнер не Columbia, а Columbus, и он в точности подтверждает, собственно говоря, это название. Жизнерадостный цвет, да, научу жизнь-то не радоваться, если машина вам доставляет удовольствие, и вот я уже практически опытный человек, ну прекрасно трогаюсь и переключаюсь. Ну а учитывая уровень заработной платы, хороших водил дальнебойщиков, ну скажем так, можно подумать о переквалификации. Ну на западе это еще больше, но МакТранс как бы своих водителей не обижает, и они соответственно не обижают фирму МакТранс и транспортируют из Петербурга эти машины. И вот этот автомобиль с небольшим таким пробегом, в общем, ну скажем так, 800 тысяч километров, скажем честно, это немного. Так вот он стоит 1 миллион 688 тысяч рублей, ну где найти, в принципе, мне вам объяснять не надо, а теперь вернемся к тому, с чего мы начали наш сегодняшний сюжет. Мифы и правда. Миф номер один. Существляется такое повальное увлечение китайским автопромом, вопросов нет, грузовики отличные, и в качестве самосваленной техники тоже конкуренции вряд ли придумывается, но тягачи, мощные тягачи, это только Америка. Фреклайнер, Вольво, Кенворд, Стерлинг, Игл, пожалуйста. Что же касается Европы, головастики, да, такие короткие, опять же миф, то что вы на базе не развернетесь, ну на металлобазе или еще какой-то базе. Тут я себя немножко покорю, дело в том, что, ну, в топ-гир бывает, попадает, ну и я тут недавно попал, не подрасчитал, сори. В итоге оказалось, я такой маневренность не думал даже, но очень маневренная техника. Что касается того, что цена автомобилей, типа Мактранс, это очень дорого. Кто-то лаят по интернетам, ну, пункт А, Мактранс ерунду не берет, а хорошие автомобили стоят недешево. И пункт Б, фирма эта, может себе позволить цены даже ниже питерских. Вы сами подумайте, сколько автомобилей только уходит. Я вот не успеваю приезжать, вот только недавно хотели на Вольво с таким, знаете, с задним местом аж на 4 человека. Ну, это чтобы в картишки поиграть там и еще побеседовать. Так вот, уехала Вольво. В итоге наш желтый Коламбус. Что касается надежности американцев, опять же, сказки о том, что они ненадежные. Ну, ну, ненадежные. Еще какие надежные? И запчасти есть, и стоят все недорого. Потому как машины очень много, запчасти основные, унифицированные, и, пожалуйста, привезут. А, ну, прошу прощения, и в конце последняя сказка о том, что автомобили холодные. Мы буквально 10 минут назад завели, и мне, честно говоря, хочется лубашку-то снять практически. Состояние внутреннее. Ну, не то, чтобы идеальное, прям как с картинки. А, но на матрасах, в принципе, можно и поразвлекаться. Не ходите, зараза вы тут не принесете. И меня чего радует. Вот как только мы не садимся на тест этих грузовиков с водителями от фирмы МакТранс, я, честно говоря, не вижу пункта усталых физиономий, пункт без осальных спецовок. И вообще, нормальный же нерадостный персонал, который катается, катается куда? Ну, в основном, конечно, по европейской части, но мы приехали и с азиатской части, и там вот эти машины рулят. Ну, собственно говоря, и все. И тут уж вам надо думать, становиться в очередь, там, идти брать лизинг или прислушаться к дельному совету, который мы довольно часто даем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА